Итак, первый день после пилинга, друзья, хочу показать, как выглядит кожа. Потому что, когда клиент выходит от косметолога, после масочки, успокаивающих процедур, он так себе выглядит прилично. Лицо слегка розовенькое, ну, думает, вот дойду домой и придет. Дома начинается самое интересное. Ну, вот у меня прошло уже часов 10, пока я настроилась показать лицо своему зрителю, своим клиентам, моим коллегам, косметологам. Ничего страшного абсолютно не происходит. Просто кожа приобретает розоватый оттенок, ей тепло. И когда прикасаешься или подушечку, или одежду вот так резко снимаешь, то такие болезненные ощущения. И клиенты, которые делали уже у меня этот пилинг, это гликолевая кислота 70%. Они знают, что первые три дня мы кожу сушим, она подтягивается очень хорошо и ждем отшелушивания. И последующие три дня мы, наоборот, ее напитываем и помогаем чешечкам отпадать легонечко деликатно. Это видео, скорее всего, для новых клиентов. И этот пилинг тоже абсолютно новый. Хоть я много лет, наверное, больше 10 лет работаю с гликолевой кислотой, именно в этом проценте, 70%, я больше всего и люблю этот препарат. Но на последней выставке я прикупила с более низким PH, и кислота очень агрессивно и активно подействовала. Всегда все пробуется на себе, чтобы я могла хорошо, доступно, внятно, понятно рассказать клиентам. Поэтому будем снимать по дням. Итак, сегодня первый день. И мне, ну, если есть возможность с четверга до понедельника взять выходные там или отпуск у вас, лучше дома пересидеть. Ну, я вообще не тот человек, который будет сидеть дома. Я буду выходить сейчас на прогулку и также выходить на работу, хоть сегодня и в воскресенье. Я буду использовать, ну, октябрь, сезон пилингов октябрь-ноябрь. Но у нас октябрь еще солнечный, потому буду использовать SPF 100, защиту максимальную. И также она содержит такой пигмент красной глины, то есть немножечко и подмаскирует, и также содержит триклозаун, то есть антибактериальные, антигрибковые компоненты, которые позволят мне, ну, безвредно для такой, пострадавшей от химического пилинга кожи, находиться в обществе. Секундочку. А вот и я. Значит, я нанесла в эти три дня, первые три дня после химического пилинга, любого, особенно после крепкого. Мы пользуемся только самыми легкими увлажняющими кремами, муссами, гелями или термальной водичкой, просто чтобы устранить вот это чувство сильнейшей натянутости. То есть тебе даже некомфортно зевать, улыбаться, чистить зубы. Кожа натянута. Ну, я была неделю в командировке, на учениях всяких, семинарах, конференциях много ездила, и кожа выглядела уставшей. Потому, ну, он мне как раз очень и нужен. Ну, и способ лишний испробовать. Значит, на кожу я нанесла крем, легкий-прилегкий, увлажняющий. Я, извините, повторяюсь, ну, вообще процедура сложная и немножечко волнительная. А потом сверху вот этот кавер в сухом виде, потому что он же твердый, и коже с первого дня немножко неприятно к ней прикасаться. А по крему он так легко и просто скользит. Что мы ожидаем, друзья, на второй день после пилинга? Ну, у меня кожа подготовлена, потому что он косметолог, все на своем запробует. У вас, скорее всего, это пойдет на третий день подшелушивания. Вот, ну, проверим по дням, как раз я буду говорить, какой день. Вот это, что розовое я вам показывала. Оно на завтра или кого-то на послезавтра будет из розового превращаться в такой нежно-коричневый оттенок, как веснушки, как пигментация. Уже сегодня прошло, ну, больше десяти часов после пилинга, где был прыщик, уже корочка формируется светло-коричневая, уже не розовая. И где было много веснушек, у меня всегда тут их побольше. Тоже вот такие, как коричневатые пятнышки получаются. Смотрите, что такое вообще химический пилинг? Это дозированный, контролируемый стресс для кожи с целью ее обновления. Обновление означает и омоложение в том числе, и пора более узкая, и цвет более светлый. То есть более красивая и стрессоустойчивая кожа. Почему я это все так подробно рассказываю? Смотрите, ведь препаратом, кислотой, мы обрабатываем все лицо полностью. Абсолютно все, над губами, под губой, все, подбородочек, чтобы не расползался. Я обязательно вот тут прохожусь кислотой. Но кожа покраснела у меня только в определенных участках. Каких участках? Которые больше обветриваются, то есть они выступают. Которые больше мимики подвержены и нагружены. Или где бывают прыщики. То есть пилинги это умные препараты, которые распознают, где кожа поврежденная. Или от солнца, или там какие-то прыщики и так дальше. И именно эти участки будут шелушиться. То есть не ожидайте, что все лицо прям будет, вот так возьмет пластом и спадет. Только проблемные участки. Ну в этом и прелесть пилинга, что легче его перенести и быстрее кожа восстановится. Может быть я повторяюсь, у меня и в предыдущем видео я трехлоруксусную на себе пробовала. Но я как косметолог-эстетист, то есть косметолог не режущий, не колющий. Я просто обязана выискивать всевозможные способы эффективного омоложения кожи. Но без инъекций и без оперативного вмешательства. Ну вот на 44 года, посмотрите полных 44, как кожа выглядит. Тут нет ни единой инъекции, ни капельки. Но зато я по осени каждый год, уже наверное лет 7 последних, я делаю химические пилинги. В октябре, в ноябре, тогда до нового года кожа полностью обшелышится, обновится. И ты такая фея встречаешь Новый год. Субтитры сделал DimaTorzok